Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Мне выпала честь обратиться к вам из Израиля. Хочу немного поговорить об этом. Тут не так много мест, где можно проводить съемки с большой группой людей. Последние 10 лет мы снимали в этом месте, но только с вон той стороны. А сегодня мы переставили камеры сюда. А еще вы понимаете, что сегодня новая программа, потому что... Ну да, у меня новая рубашка. Мне уже сказали, что нужно начать продавать свои рубашки с аукциона. Сегодня мы стоим на фоне руин храма с западной стороны. Это одно из моих любимых мест. И спасибо археологическому музею за разрешение на съемки в этом прекрасном месте. Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами на очень важную тему, которую я назвал так. Как запустить Божие оружие искупления. Поехали. Эту тему можно говорить под разными углами, но я хочу поговорить о военных действиях. В Америке и в Канаде есть учение о духовной войне или духовной брани, которое, насколько я помню, появилось в конце 80-х и было особенно популярным в 90-х. Смысл его в том, чтобы уметь использовать иные языки, духовные языки, в духовной войне. Есть такое учение, как изгнание демонов или экзорцизм, и оно тоже возродилось в то время. Тогда также делался большой акцент на демонах и демонической силе. А я написал книгу, которую мы вначале распространяли только среди наших партнеров, и называлась она «Теперь об этом можно рассказать». И в ней есть весьма забавная история, которую вы должны услышать. Когда мне было 18 лет, я очень любил учиться, и мне было очень интересно демоническая сила и то, как она действует. Я хотел знать, кто такие демоны, как они овладевают человеком и так далее. Я начал копаться в этой теме, и в моей жизни начались очень странные проявления злых духов. Помню, как я просыпался среди ночи, слышал звон в ушах, и мое тело было парализовано. Я не мог двигаться, но произносил имя Иисуса, и все проходило. А через несколько месяцев я начал видеть духов, но не во сне, а наяву. Я спал со светом, и по ночам видел духов, стоящих у моей кровати. Я даже слышал голоса, проклинающие меня. Я рассказал об этом родителям. Моя мама работала на человека по имени Флойд Лахан. Он был великим человеком Божьим. Она пошла к этому служителю и сказала, «Вы должны поговорить с моим сыном, потому что все его разговоры только о демонах», и они уже начали приходить к нему. Я никогда не забуду, что сказал мне брат Лахан. Он позвал меня к себе в кабинет и сказал, «Пойми, Перри, когда ты говоришь о демонах, приходят демоны, а когда говоришь об Иисусе, приходит Иисус. Как вам такое?» И он меня кое-чему научил. И сегодня я хочу поговорить с вами о духовной войне в Новом Завете. Мы знаем, что мы воюем не против плоти и крови, а против властей и правителей тьмы. Я совсем не недооцениваю их. Но я хочу показать вам интересные факты о словах «война» или «брань в Новом Завете». Знаете, что имеется в виду в Новом Завете, под войной и бранью? Вы не поверите. Это ваше плоть. В Библии сказано, «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердым. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». То есть наша брань — это брань с плотью. Но что же такое плоть? Это наше тело? О, нет. На самом деле под плотью имеется в виду природа, присутствующая в человеческом теле. Это греховная природа, унаследованная от Адама, которая заставляет нас грешить, бунтовать и делать то, что делать не стоит. А как действует плоть? Бог создал мозг человека таким образом, что в нем есть специальные вещества, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо и называются нейронами системы вознаграждения. Один из них — это дофамин. Дофамин можно получить с подпоедания шоколадом. Хотите, чтобы жена была счастлива? Дайте ей шоколадку. Аминь, дамы. Да, это приводит к высвобождению эндорфинов. Поглаживание человека по руке тоже приводит к выработке эндорфинов. То же происходит, когда вы моете голову шампунем. Вам нравится мыть голову шампунем? Аминь? Замечательно, всем нравится. Я могу застрять на этом надолго, если не замолчу и не перейду к теме. Итак, Бог создал человеческий мозг таким образом, что в определенных обстоятельствах в нем вырабатываются определенные вещества. Что же сделал враг? Знаете, он сделал так, что алкоголь и наркотики производят в теле те же вещества. Вот почему люди становятся зависимыми. Вот почему они пристрастились. Им нравится это чувство. Это помогает им забыть о проблемах, о болях. Но в этом случае эти вещества выделяются неправильно. Если человек принимает кокаин, мед или героин, а потом решает оставить наркотики, то даже несмотря на огромное желание, его ждут адские муки, которые продлятся много недель и даже месяцев. Наркотики давали ему ложный дофамин, но при этом они не давали телу воспроизводить дофамин естественным путем. Пока наркотики в теле, тело не способно вырабатывать дофамин. Тут у нас есть медсестра, и она может подтвердить, что я говорю чистую правду. Итак, пытаясь оставить наркотики, вы перестаете принимать химикаты, от которых вам очень хорошо. «Было хорошо ранее», а теперь не очень, потому что вы решили отказаться от них. Получается, что теперь ваше тело не производит естественные вещества, дающие ощущение счастья, и вы впадаете в глубокую депрессию. Наша медсестра может это подтвердить. То же самое происходит с детьми, которые начинают ходить на свидания слишком рано. Они начинают целоваться и обниматься, это высвобождает в мозге химические вещества. Затем они расстаются, и химические вещества больше не вырабатываются. Раньше были поцелуи и секс. «Да, я буду говорить откровенно». А теперь всего этого нет, и она хочет покончить с собой. И она ничего не может с собой поделать, потому что это чувство охватывает ее, и она не может с ним справиться. Такой же эффект оказывает порнография. Мужчинам сложно отказаться от порнографии, потому что их мозг привык плавать в дофамине. Со временем тело отвыкает производить его естественно. И они впадают в депрессию. Наверное, кому-то нужно было это услышать. Я хочу, чтобы вы поняли, что не все негативные чувства в вашем теле вызваны демоном. Иногда это естественные чувства вашего организма, вызванные тем, что вы пичкаете его наркотиками и алкоголем или порнографией. Поэтому не обязательно, что вас мучит какой-то демон. Я достаточно хорошо знаю врага и его методы, чтобы понимать, что сатана использует ваши слабости. А Павел писал, чтобы не взял над нами верх сатана. Козни его нам известны. Сатана использует алкоголь, наркотики и даже порнографию, чтобы держать наш мозг в узах. И люди чувствуют себя ужасно, когда не принимают наркотики, не пьют алкоголь или не смотрят порно. Они не знают, как перенастроить свою систему. А как же это можно сделать? Можно обратиться за помощью. Я всеми руками за этот метод. Вы можете поехать в репцентр и выкинуть этот мусор из своей системы жизни, или же вы можете воспользоваться оружием искупления. О боже, помоги нам сделать правильный выбор. Я так заведен сегодня. Что имеется в виду под оружием искупления? Послушайте внимательно. В первом послании Фессалоники Цемпятой главе 23 стихе сказано, что вы — тело, душа и дух. Предположим, что вы пришли ко Христу со всем этим хламом в своем теле. Вы хотите войти в заветные отношения с Иисусом и развернуть свою жизнь на 180 градусов верой. Тогда с вами произойдут три вещи. Покаяние начинается в сердце. Сердцем веруют в праведности, а устами мы исповедуем ко спасению. Поэтому если вы хотите измениться, то вам нужно изменить свое сердце. Бог сказал, «Я уберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти». А вы знаете? Нет, я не выдумываю. Ученые установили, что у сердца есть свой мозг. Вы об этом знали? А сколько я мог бы рассказать вам истории от моего друга, который изучил этот вопрос? Есть много случаев, когда после пересадки сердца у человека становился такой характер, как у первого владельца этого сердца. Люди начинают любить еду, которую любил тот человек, любить спорт, то, что раньше им никогда не нравилось. А все потому, что в сердце заключены образы желания и стремления. А что говорил Иисус? От избытка сердца говорят уста, а также из сердца текут источники жизни. То есть ложь начинается не в мозге, а в сердце. Прелюбодеяние начинается в сердце. Все грехи начинаются в сердце. Поэтому первое, что вы должны понять, об оружии искупления. Это, если вы хотите измениться, то это должны быть не только умственные усилия. Недостаточно думать, что теперь все будет иначе. В вашем сердце должно появиться чувство, «Я не хочу так жить». «Я устал от такой жизни». «Я хочу измениться». То есть начинается все в сердце. А еще есть учение о нервной системе в кишечнике, которая подает сигнал в желудок, а потом и в мозг. Сердце и мозг связаны друг с другом, потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. А мозг — это неотъемлемая часть пяти органов чувств. Если взять сердце со всеми его чувствами и соединить с мозгом, который отвечает за органы чувств, то получается, что сердце и мозг работают вместе и заставляют тело делать то, что оно делает. То есть тело получает указания из сердца и из разума. Надеюсь, вы следите за ходом моих мыслей. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что это важно. Но вернемся к искуплению. Искупление — это Иисус Христос, который заплатил своей кровью за то, чтобы у вас было новое сердце, новый разум и вечный дух. Думаю, сейчас самое время прославить его и поблагодарить за все это. Но есть кое-что важное, что связано с искуплением. Есть искупление духа, искупление души и искупление тела. Одно из значений слова «искупить» — это «выкупить». На самом деле в Новом Завете используются четыре греческих слова, которые означают «искупление». «Раньше я бы попытался их вспомнить, но такие времена прошли». Итак, «искупить» означает «выкупить». Второе значение — это «выкупить что-то на рынке рабов», чтобы самому владеть этим. Итак, Христос приобрел нас своей кровью. Это первый уровень. Но своей кровью Он приобрел нас для кого? Для себя. Затем идет искупление, которое освобождает вас от уз рабства, в котором вы находитесь. В одном из Евангелий Иисус сказал, «Поднимите руки, ибо ваше искупление близко». Это четвертое слово, и означает оно, что Он вернется и заберет нас к Себе буквально. Но это еще не все. Слушайте внимательно. Дальше еще более важная информация. «Искупление моего духа начинается, когда я рожден свыше через Иисуса Христа. То есть, когда я приглашаю Иисуса в мою жизнь, Он входит в мой дух. Я — это и есть дух. Вы не видите мой дух, но если бы он покинул мое тело, то выглядел бы так же, как я. Сейчас мой дух выглядит лучше, чем я. Я верю, что он значительно моложе, но выглядит так же, как я. Этот дух вечен. Он никогда не умрет. Он пойдет либо на небо, либо в ад. Если у вас нет завета со Христом, то он пойдет в ад. А если есть, то на небо. Итак, это дух. Дух искуплен, но есть и искупление души. Но искупление души — это постоянный процесс. Мой дух спасен. Если я продолжу следовать за Господом, то вечная жизнь будет пребывать во мне, но официальное начало этой жизни будет, когда я покину свое тело. Но при этом вечная жизнь постоянно действует во мне. Моя душа — это мой интеллект, чувство и воля. Душа тоже должна пройти свой процесс искупления, а для этого ей нужно обновиться. Она обновляется ежедневно, и это называется обновлением разума. И это не одноразовая акция. Вы понимаете, о чем я? Вам нужно обновлять свой разум каждый день, но дни бывают разные. Иногда это делать очень просто. Поднимите руку, если вы меня понимаете. Замечательно. А иногда что-то происходит, и это начинает давить и угнетать ваш разум. Итак, вначале идет искупление духа во время спасения. Искупление души — это постоянный процесс обновления. Аллилуйя. А третье искупление, о котором говорит Библия, это искупление нашего тела. Итак, искупление тела возможно только при воскресении мертвых. Было бы классно, если бы у вас в 70 было новое тело. Никто не отреагировал. Хорошо. Наверное, среди нас нет 70-летних. Да, было бы классно иметь обновленное тело, но мы с вами знаем, что у тела есть срок годности, ограниченный временем проживания на Земле. Вы будете присутствовать при пришествии Христа. И даже если вы не будете мертвы, это неважно, вы изменитесь, и смертного станете бессмертным. Если я не ошибаюсь, то для этого используется греческое слово метаморфоза, которое описывает процесс появления прекрасной бабочки из кокона. То есть это будет совсем другое тело. Однажды я говорил с одним человеком, и мы стали обсуждать то, чем бы мы хотели заниматься на небесах. Но знаете, что есть две вещи, которые вы никогда не сможете сделать в своем новом теле. Хотите узнать, что это? Во-первых, вы никогда не будете играть в прятки. Все дело в том, что вы будете передвигаться со скоростью мысли. Вас нашли, а вы что-то подумали, и вы уже в другом месте. Да, вам нужно изучить этот вопрос. И во-вторых, вы не сможете пробежать с марафон. Если вы мысленно можете перенестись из одного места в другое, то после отчета вы тут же перенесетесь на финиш. Так все будут победителями. Так что слава Богу. Все получат покупку, но вернемся к искуплению. Хочу прочитать вам что-то из моих записей. Вот как это действует. Во-первых, напоминаю, что мы — это дух, душа и тело. Вот как это работает. Кровь Иисуса омывает душу. Дух Святой оказывает влияние на дух человека. А Вознесение Церкви — это искупление тела. Надеюсь, все понятно. Но повторю еще раз. Кровь омывает душу. Вот как это можно подытожить. Оправдание, освящение, а затем прославление. Понятно? Хорошо. У меня осталось две минуты, поэтому нужно ускориться. Оправдание — это быть оправданным и правильным в глазах Бога посредством крови Христа. Это происходит, когда вы рождаетесь свыше. Во-вторых, Дух Святой приносит освящение. Вы освящаетесь Духом и Словом. Освящение — это отделение от мирских и плотских вещей. Освящение — это изменение ваших желаний. Благодаря освящению вас пропадает желание поступать неправильно, и вы хотите поступать уже правильно. Пункт номер три — это Вознесение Церкви. Это когда мертвые во Христе воскреснут, и их тела станут не смертными, а бессмертными. А те, кто будут живы, тоже перейдут из смерти в бессмертие. И у нас есть много оружия, Слово Божие, Дух Святой и Имя Иисуса. Но ключ ко всем сражениям — это иметь Искупительный Завет через кровь Иисуса, то есть быть искупленным кровью Агнца и войти в Завет. В Ветхом Завете обрезание было символом Завета, а сейчас это обрезание сердца. А для этого нужно принять Христа и родиться свыше через кровь Агнца. На сегодня у меня все. Давайте прославим Господа за это. Последний пророческий сборник Пэристоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников, в книге Пэристоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Пэрри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров, и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов. Связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличение в Америке. Шифры Помпеи. Изопретное слово «на-и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. Тринадцатая глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Пэрри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска «Подготовка и выживание в трудное время». Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Пэрри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена». Теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанному на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения – FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Мы вернемся к нашей теме через минуту, но у меня есть для вас важная информация. Книга «Последняя шифровка», о которой вы только что слышали, самая популярная книга в истории нашего служения. Мы получаем множество отзывов. Прямо сейчас происходят события, которые очень похожи на события времен Лотом. Но многие учителя Библии упустили это из виду. Я благодарен Господу, что Он дал нам эту информацию и помог сложить ее вместе, чтобы показать, куда все идет, почему происходит то, что происходит, и как все это вписывается в Библию. Заказывайте эти материалы, пока они еще есть в наличии. На улице зима, во многих местах еще холодно, поэтому можно погрузиться в слово. Хочу также сказать, что пандемия продолжается. Хотя уже появилась вакцина и много других улучшений, но все же многие вещи все еще отменены, по крайней мере, этой зимой. Поэтому мы еще не возобновили наши поездки, кроме каких-то церквей поблизости. И поскольку в нашей программе больше нет рубрики «Объявления», то единственное место, где вы можете узнать наше расписание – это наши странички в соцсетях. Сейчас очень сложно давать какие-то объявления, потому что раньше мы указывали свое расписание за 4-5 недель до выхода программы в эфир. Если у нас появилось какое-то мероприятие на следующей неделе, то вы никогда не узнаете о нем. В некоторых местах все еще придерживаются социальной дистанции и ограничения для общественных собраний. Но мы стараемся максимально использовать все доступные нам средства и ресурсы, чтобы наносить до вас очень важные послания, которые я называю мини-посланиями. Это послания продолжительностью от 5 до 15 минут, которые вы можете найти на нашем YouTube-канале. А я призываю вас не пропускать наши программы по телевизору или у себя на телефоне. Обязательно смотрите их. Это очень важно. Особенно сейчас нам нужно знать, что говорит Слово Божие. Нам нужно знать, что оно предсказывает. А также нам нужно знать, как применять на практике слова, высказанные пророками, Иисусом и даже апостолами, и как реагировать на происходящее событие. Библия говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие. Это слово «тяжкие» используется в Евангелиях, где говорится о бесноватом из местности под названием Годара. Это означает, что он был жестоким. Он был жестоким и наводил страх на жителей той местности. Слово «жестокий» — это то же самое греческое слово, которое использует Павел, когда говорит «времена тяжкие». То есть это будут жестокие времена, злобные и нестабильные. Но Господь не оставил нас одних. Он дал нам Духа Святого. А еще Он оставил нам Слово и Свои пророчества, а также практические советы. Господь оставил нам практические советы о том, как мы можем жить в последнее время. Некоторые из вас думают, что сейчас ужасное время. Но это ничто по сравнению с тем, что было в прошлом. Даже если сравнивать с тем, что было в прошлом. Почитайте Библию. Не обязательно даже смотреть на то, что происходит вокруг. Не забывайте о том, что Евангелие будет проповедано по всему миру, а потом придет конец. И когда вы смотрите эту программу или подобные ей, то вы видите исполнение Библии. Сейчас Евангелие разлетается по всему миру, благодаря христианским радиостанциям. Благодаря спутниковому телевидению. Евангелие может приходить во все уголки мира. Я так рад, что живу в это время и причастен к этому. Сейчас мы вернемся к теме нашей программы, но не забывайте быть с нами на связи в соцсетях, а также следить за теми удивительными посланиями, которые Бог дает нам каждую неделю. Помимо этой прекрасной программы. Ну а теперь давайте вернемся в Израиль и продолжим нашу тему.